Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня в одном из видео я так краешком эту тему коснулся, но мне бы хотелось отдельно об этом сказать. Я против. Наверняка кто-то из вас подумал совершенно о другом. Вы знаете, друзья, вот смотришь новости, проходит месяц, два, три, полгода одно и то же. Против, против, против. Что-то там поют, сочиняют. Сегодня посмотрел мужа Пугачева и, значит, что он там несет. Это вообще запредельно. Просто не знаю, как до сих пор он и на агент, а не уголовник. Дело все в том, что, вы знаете, вот когда слышишь, смотришь, вот сегодня внесенный в перечень физлиц, исполняющий функции иностранного агента на территории РФ Лазарева, говорила, что они поделили министерские портфели. Она будет министром правды, хотя ей предлагали министром образования. Ну, в доме с желтыми стенами там разные портфели раздают. Но, вы знаете, вот дело все в том, что я ни разу не слышал от тех, кто после начала операции уехал и выступил против, обозначил свою позицию, постоянно критикует нашу родину. Конструктива. В том смысле, что, например, вот человек имеет позицию, что вот в этой области, в этой сфере что-то делается неправильно с его точки зрения. И можно достичь, значит, более продуктивных результатов для граждан России, в первую очередь, потому что все делается для граждан, должно делаться, какими-то другими способами. И вот он обозначает такими. Берет и, например, говорит, вот есть такой-то план у меня, например, в области культуры. Это вот должно выглядеть вот так, вот так и вот так. Ну, или хотя бы там как-то обтекаемо или примерно. Ну, и, например, говорит свою вот гражданскую позицию. Я считаю, что он должен так делаться, а вот он делается не так. Но нет, понимаете, они все говорят об одном. Вайкуль говорит о том, что внесенный в перечень физлиц, выполняющий функционального агента на территории РФ, Министр Мэров Галкин должен быть президентом, призывает россиян голосовать за него. Значит, Лазарева, иноагент, говорит о том, что вот министерский портфель. То есть, они все мечтают об одном. Власть и деньги. Кормушка. Делить ее самим. Ничего в разумительном в отношении граждан России, повышение благосостояния, какие-то программы, вот, ну, реальные, да, ничего этого я ни разу не слышал вообще. Кроме призывов все остановить, хотя американеш демократия ни разу не призывали остановить ни в одной стране. Все остановить, все, значит, заморозить или там вообще закончить. И грязи, грязи, грязи в отношении и россиян, рабы-холопы, и в отношении России. Сегодня стало известно, что певица Мария Мирабова, которая работала в вокальной школе Пугачевой, слышала их разговоры с Ротару, когда они называли Россию Мордором. Мордор – это, я сегодня прочитал, «Властелин колец», там это как вот, ну, место зла, страна зла, тьма, ну, вот, понимаете, да? Я вот к чему говорю, я против них. Я против этих людей. По одной простой причине. Вы знаете, они не просто мою Родину поливают грязью. Но если бы хотя бы один из них сказал, что, друзья, я беспокоюсь за вас. Но я беспокоюсь за вас не так, что я скажу то, что какая-то часть из вас хочет услышать, поливая грязью политических деятелей в России. Или саму Россию, да? Или часть какую-то. Или раскалывая общество, например. А я вот, например, донесу, вот у меня есть план. Вот в этой области, как сделать жизнь вашу лучше. Как сделать жизнь страны лучше. Нет, ничего подобного. А знаете почему, как я подумал? Это мое мнение. Потому что заокеанские хозяева не имеют своей задачи сделать жизнь кого-либо лучше. Кроме себя. Тому примером много стран. Начиная с Югославии, заканчивая Ливией и так далее. Ни в одной стране они не имели цели улучшить жизнь граждан. Они имели целью пополнить свою экономику. Где-то нефтью, где-то расширить влияние, где-то деньгами, где-то еще чем-то, где-то надавить на какие-то другие страны. Но так или иначе все связано было с деньгами. То, что там потом творилось в этих странах. Там начинались гражданские войны. Там голод был. Им было абсолютно плевать на это вообще. Поэтому так как у заокеанских хозяев в принципе цель-то не граждан России благосостояние обеспечить, а получить доступ к ресурсам, безграничным ресурсам России. Не платить за них деньги, а получить доступ. И все дело в том, что поэтому вот эти вот люди, которые за печеньки всякие сочиняют песенки, еще что-то, пытаясь воздействовать на своих соотечественников, публичные люди, которые черные квадраты выставляли и так далее, которые здесь дохренищей денег заработали, обрастая связями пятой колонны. Так вот, они почему не говорят никаких программ в экономике, в культуре? Потому что их западные хозяева не имеют этих программ. У них их нет. У них есть, это мое мнение, у них есть одна программа. Развала просто страны нашей. И все. Поэтому их задача, она стоит не в том, чтобы сказать, друзья, вот я знаю, как вот в этой области сделать. Вы знаете, мне кажется, что если человек, он действительно болел душой, и, например, в области культуры у него была бы мысль, как улучшить, он мог бы, не уезжая, не критикуя, не поливая грязью, не сочиняя какие-то там высеры, достучаться, добиться, да я не знаю, видео записать, рассказать людям, пойти на прием куда-нибудь там. Он бы добился, понимаете, своего, чтобы его услышали. И он бы сказал, что давайте вот здесь так, так, так сделаем, это улучшит жизнь людей. И вот я против этих людей. Поэтому я написал, я против. Потому что, понимаете, мне сейчас кто-то скажет, ой, ну вот, а что сейчас тут, прям много тут сделали за эти годы для... Я не знаю, много-немного, но, вы знаете, дело все в том, что, когда ты молод, то, наверное, жажда каких-то приключений, она присутствует. Когда у тебя появляются дети, семья, то та стабильность, которая обеспечена, и когда возникают какие-то моменты, связанные с тем, что ты не понимаешь, что будет завтра, это совсем другая история. А я точно знаю, что будет завтра, если... Они же в открытую говорят. Они же в открытую говорят. Наша задача раздробить Россию, разделить Россию, ослабить ее и сделать так, чтобы, так сказать, добиться ослабления России и получить доступ к ресурсам. Поэтому вот мы сколько с вами говорим о деятелях культуры, они заказ-то хорошо отрабатывают, но при всем при этом их основная и главная ошибка, они бы хоть прикрылись тем, что они хоть немножко говорили, что мы, мол, того, что заботимся о россиянах, хоть что-нибудь придумали бы путнее, сказать, что вот так, вот так, вот можно вашу жизнь улучшить. Все то же самое касается позиционеров, которые сидят в Европе, выкладывают свои высеры в интернет в плане того, что какие-то статистики там, какие-то там пытки, какой-то хренатенет все. Понимаете, ни один из них, ни один из них, я не видел ни разу, не публиковал программу, что он, вот как он видит сделать так, чтобы жизнь граждан была лучше. Потому что у всех у них голова забита только одним. Как сделать свою жизнь лучше за счет России? Все. За счет получения заводов, пароходов, яхт, морей, океанов, нефти, газа и всего остального. Вот и все. Поэтому, друзья, вы знаете, вот это вот отличительная черта всех вот этих вот людей, которые вокруг России сидят и даже сейчас, будучи там, кормятся на том, что критикуют Россию. Они даже там кормятся на этом. Они даже там не могут на концертной деятельности кормиться. Возьмите того же Галкина, который ездит и вроде как дает концерты в других странах. Он кормится за счет того, что он шутит, поливая грязью нашу страну, Россию. Если бы не Россия, у него бы не было бы концертной программы. Поэтому исключить Россию в принципе невозможно. Никак. И они все это понимают. В этом для них проблема. Потому что Россия, это мы с вами, россияне. А нас исключить не вариант. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет? Я так в свободной форме донес до вас свои мысли. Может быть у кого-то откликнется в сердце, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка есть на мои социальные сети ВКонтакте «Одноклассники запрещен на грамм». Добро пожаловать. Заходите, подписывайтесь, читайте. Можем взаимодействовать. Успехов, здоровья вам всем. Пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok